Всем привет! Вы на канале ProComputer и в этом видео я вам покажу как найти драйвер неизвестного устройства. Допустим вы переустановили Windows, заходите в диспетчер устройств, а у вас там во вкладке устройства написано неизвестное устройство. Оно может быть одно, может быть несколько, или вы купили компьютер или ноутбук с рук, вы также заходите в диспетчер устройств, а у вас по каким-либо причинам не определяется устройство вашего компьютера или ноутбука. Что для этого надо сделать, я вам покажу в этом видео. Также рекомендую посмотреть вот эти два видео, ссылки оставлю в описании под роликом. Ну а мы начинаем, итак поехали. Первое, что нам необходимо сделать, это зайти в диспетчер устройств Windows. В него попасть очень просто, правой кнопкой мыши жмете по меню пуск и переходите в диспетчер устройств. Здесь находятся все устройства вашего компьютера или ноутбука. Находите устройство, которое обозначается как неизвестное устройство. Допустим, у меня здесь все хорошо, но давайте я вам приведу как пример. Правой кнопкой мыши щелкайте по неизвестному устройству и переходите в свойства. Далее вы переходите на вкладку сведения и открываете меню и выбираете ID оборудования. У каждого оборудования есть свой уникальный ID. Далее вам необходимо вот эту вторую строчку скопировать правой кнопкой мыши. Выбираете копировать. Открываете поисковую систему Google. Вставляете. И как мы видим, нам уже предлагают скачать драйвер под наше устройство. Совершенно верно, мы можем даже сравнить, правильно ли определилась моя Wi-Fi сетевая карта. Видите, Realtek и здесь Realtek. Нажимаете и, соответственно, вы скачиваете сам драйвер. Потом, как его установить, этот драйвер. Опять же, на примере моей сетевой карты. Если у вас здесь неизвестное устройство, вы скачали драйвер. Все, вы определили, что это сетевая карта. Вы нажимаете правой кнопкой мыши, выбираете обновить драйвер. Выбираете найти драйверы на этом компьютере. Выбираете вкладку выбрать драйвер из списка доступных драйверов. Здесь вы выбираете установить с диска. Выбираете обзор. указываете ту папку которые вы скачали сайта то есть вы скачали драйвера они могут быть кстати в архиве вам необходимо разархивировать и указать просто путь и открыть файл с расширением info вот и все надеюсь урок был полезен ставь жирный лайк и обязательно подписывайся на канал